здравствуйте сегодня мы с вами будем говорить о проблемах со зрением наше время есть много приспособлений чтобы улучшить зрение но почему она слабеет а иногда и пропадает вообще об этом поговорим в сегодняшнем выпуске проблема с глазами влияющая на зрение говорит о том что человек предпочитает закрывать глаза на происходящее так как боится потерять кого-то или что-то таким образом болезнь является для него формой самозащиты есть несколько распространенных выражений связанных с глазами глаза мои не видели глаза разбежались глаза на лоб лезут дурной глаз я на эти вещи закрываю глаза частое употребление одного или несколько подобных выражений может даже оказаться причиной проблем с глазами или ухудшением зрения если болезнь глаз мешает человеку хорошо видеть на близком расстоянии это значит что он не замечает каких-то процессов которые непосредственно его касаются и связаны с его телом с обстоятельствами его жизни или окружающим его людьми то что он видит вызывает у него страх и этот страх мешает ему объективно оценивать происходящее деформирует реальность в его представлении его устраивает такое положение когда он не видит ничего вокруг себя так как при этом у него возникает ощущение отстраненности и он нет ни о чем при этом не беспокоится если болезнь глаз мешает человеку видеть на дальнем расстоянии это значит что он испытывает необоснованное беспокойство связанное с его собственным будущем или будущем тех кого он любит он представляет себе всевозможные страшные ситуации которые вряд ли когда-нибудь возникнут возможно он не хочет смотреть далеко так как ленив предпочитает плыть по течению или разочарован жизнью левый глаз представляет то что человек видит в себе самом это видение во многом обусловлено влиянием матери так как левая сторона тело связано женским началом правый глаз представляет то что человек видит во внешнем мире это видение во многом обусловлено влиянием отца так как правая сторона тело связано с мужским началом тебе пора понять что в твоей жизни ничего не изменится если ты откажешься видеть истину закрыв на все глаза ты боишься потерять кого-то или что-то несмотря на это начинай бороться и постарайся справиться с ситуацией возможно ты считаешь что видеть все или видеть слишком хорошо значит не иметь право на ошибку избавься от этого убеждения так как она только вредит тебе без ошибок нет опыта а без опыта нет развития глаза называют зеркалом души это означает что любая проблема связана с глазами очень важно она сообщает тебе что ты не прислушиваешься к своей душе и выбрал неверное направление ты должен осознать что ухудшение зрения не может быть естественным процессом и не связано с наследственностью на силу твоего зрения может повлиять только какое-то грубинное убеждение кроме того если ты часто употребляешь фразы подобное приведенным выше проанализируй страх который заставляет тебя их произносить это поможет тебе определить метафизическую причину твоей болезни давай рассмотрим некоторые распространенные заболевания глаз глаукома от глаукомы обычно страдают люди с трудом воспринимающие на эмоциональном уровне то что видят особенно то что видели в прошлом эта болезнь является результатом эмоциональных страданий которые длительное время были причиной недоверия и сдержанность эта сдержанность свою очередь вызвала напряжение которое накапливалось до тех пор пока человек не достиг своего эмоционального предела глазные болезни возникают тогда когда человек отказывается видеть то что бередит его старую рану ментальная блокировка эта проблема говорит тебе о том что ты должен освободиться от прошлого лучший путь к этому прощение постарайся понять что все люди не одинаково научись терпимо относиться к недостаткам которые ты видишь в близких ты плохо используешь свою развитую чувствительность так как она превратилась сверх возбудимость и теперь мешает поддерживать спокойные мирные отношения с людьми ты научишься видеть страдания и несовершенство других людей это поможет тебе лучше увидеть и принять самого себя постарайся больше доверять людям катаракта при этом глазном заболевании перед глазами словно появляется вуаль поэтому человек воспринимает окружающий мир довольно смутно он считает что лучше вообще ничего не видеть чем видеть неудачу или конец чего-либо он хочет жить без света в тени и поэтому все время печален и угрюм катаракта говорит тебе о том что ты не должен предъявлять другим такие же повышенные требования как самому себе сильный страх неудачи крушение надежд или провала мешает тебе увидеть прекрасные стороны жизни подними вуаль и посмотри на то что тебе удалось создать до сегодняшнего дня скорее всего ты обнаружишь что это гораздо лучше чем ты думал а если отойти от всех этих терминов и описать проблемы со зрением простыми словами то это не умение или нежелание видеть красоту нашей жизни это мышление через отрицание когда человек привыкает замечать всюду только то что ему не нравится есть хорошее высказывание то что ты видишь то такими становятся богом если видишь бога и грязью если видишь грязь и зрение падает не с возрастом и есть тысячи примеров доказывающие это зрение падает когда в глазах слишком много грязи глаза это зеркало души мне очень нравится фотографии людей которые не знали что их фотографируют там можно увидеть настоящее изображение души отражающиеся в глубине наших глаз когда мы смотрим на звездное небо разговариваем с ребенком читаем книгу или в толпе аэропорта пытаемся разглядеть лицо любимого человека в этот момент мы настоящие и это одно из лучших лекарств для улучшения зрения честно признаваться что то что мы видим нам неприятно но очень хочется научиться смотреть на все с любовью и второй момент это учиться замечать везде хорошие противном случае нам понадобятся линзы очки или собака поводырь берегите себя и будьте здоровы а и и Субтитры создавал DimaTorzok